Более 20 миллиардов рублей будет вложено в строительство нового саратовского аэропорта в районе села Собуровка. Начало работ запланировано на март этого года. На презентации проекта особое внимание было уделено строительству дорожных развязок, рассказывает Анна Лопатина. Вместо здания аэропорта пока только утвержденный генплан. Вместо аэродрома заснеженное поле. Реализация проекта начнется уже 1 марта этого года. Развернется строительный городок, начнутся работы по полосе и параллельно по ограждению территории аэропорта. Это первоначальная работа. Все объекты федеральной собственности, командный диспетчерский пункт, сети электроснабжения, очистные сооружения и другие будут сданы в январе 2015-го. В сентябре этого года построят взлетно-посадочную полосу. На это уже выделено 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Сам аэропортой комплекс еще никем не считался, так как это будет считать инвестор. И уже инвестор будет вкладывать свои с ней деньги, а там сколько это будет? Тоже 3-4 миллиарда рублей. Да, сколько захочется. Общая стоимость аэропорта «Центральный» составит около 20 миллиардов. Такого масштабного проекта в области гражданской авиации в России не было с 90-х годов прошлого века. В последнее время у нас 11-й аэродром новый был построен в Геленджике. В общем, в России за последние 20 лет ни одного аэродрома, кроме Геленджика, ничего нового не строилось. Это важно, что это будет новый аэропорт на новом месте. То есть это, будем говорить, такое знаковое событие, которое позволит нам сказать, что мы начали строить аэропорты. Сотрудники Росавиации также обсудили с представителями правительства области и строительство автодорог к аэропорту. Южный подход объединит подъезд в районе моста через Волгу около поселка Дубки. Северный, с которого начнется строительство, пройдет по федеральной трассе Сызрань-Саратов-Волгоград в районе села Шевыревка. Анна Лопатина, Вадим Лысов, Ярослав Квитко, Вести, Саратов.